Сергей Греков Перестройка миров Книга четвёртая Читает Мироненко Юрий Глава первая Ученик Олег неспешно вошёл на территорию полигона Никаких оповещений не появилось Привычное чувство рывка тоже отсутствовало Пространство, перебрасывая его к оберегу, только слегка подёрнулось рябью Светлов оглянулся и увидел самого себя Жёсткий взгляд, расслабленная поза, уверенная походка С момента прихода системы прошло десять дней Но изменения казались разительными «И когда это я успел стать таким?» Задался вопросом отсекатель и тут же сам себе ответил «Хотя со мной всё понятно, я ведь несколько лет провёл во временных карманах Но неужели и все остальные люди пережили нечто подобное? Сейчас они улыбаются, будто блаженные Но на многих системная броня и полный набор ювелирки А ведь их не получить, если не проходить локации» Он на мгновение посмотрел на зачарованную толпу, которая неукоснительно соблюдала дистанцию Потом обратил внимание и на стража Демид с обожанием смотрел на Мадьяну, а бизнес-леди недовольно морщила носик Олег заметил и царственно восседающего фамильяра «Малышка, ты чего морду так высоко задрала?» — с усмешкой спросил отсекатель «А поза какая горделивая! Ты мне завоевателя напоминаешь, который входит в покорённый город» Гравицапа, обвивающая шею, не сильно укусила Олега за ухо Затем она спрыгнула и побежала к древу Земля вспучилась, из её недр вырвались подвижные корни Они оплели зверька, а затем подняли красную панду вровень со Светловым «Здравствуй, пробудивший меня отсекатель!» — раздался в голове голос «Один из наставников решил взять тебя в ученики. Ты готов?» «Приветствую хранителя оплота!» — Олег уважительно поклонился Он понял, что сейчас говорит не со своим фамильяром, а с оберегом «Прежде чем начать обучение, я должен узнать, что от меня понадобится» «Только твои желания, выдержка и воля» «Как долго это продлится?» — спросил Светлов, глядя на свою питомицу Она недовольно размахивала хвостом, но никакого беспокойства не проявляла «Столько, сколько ты сам захочешь, никаких ограничений на время у тебя в этот раз не будет» — обрадовала древо «Но всегда и во всём должен сохраняться баланс» «Одну неделю ты не сможешь посещать полигон оплотов. Перед тобой сейчас стоит выбор — отказаться от обучения или пройти его. Подумай и дай ответ» «А ведь тут всё не так однозначно» — начал рассуждать Олег «За одну неделю я могу посетить полигон 14 раз. Скоро круанский браслет прекратит работу. Я смогу повысить уровень личного здоровья и тем самым увеличу время нахождения в этом месте. Если догоню телосложение хотя бы до двух сотен, он начал высчитывать, то смогу провести тут 136 дней и буду развиваться по разным направлениям. Сержант говорил, что откроет в сплите пятый снаряд — энтропию. Она крайне эффективна. В этом я очень хорошо убедился. К тому же, говорилось, что тут можно развивать класс с умениями, да и характеристики можно как-то набивать. Но это всё с одной стороны. С другой. Я ведь могу проходить обучение многие годы. Теперь понятно, почему оберег говорил про желание, выдержку и волю. Блин! Сложно! «Твои размышления для меня открыты», — пронеслась в сознании чужеродная мысль. «Ты прав, думая, что можешь многое потерять. Но ты не знаешь, что даёт статус полноценного ученика». «И что же?» — спросил Олег. «Он уже решил, что возьмётся за обучение. При его отрицательном количестве жизней нужно было максимально развиться, чтобы повысить вероятность своего выживания». «Вижу, что выбор ты сделал», — пронеслись в сознании слова. «Скоро ты сам всё увидишь». «Почему ты мне помогаешь? Ты усилил моё тело, снял круанское кольцо и амулет, преобразил оружие и одежду. Или ко всем такое отношение?» «Ты активировал меня, отсекатель», — сказал оберег. «И не заблуждайся в своём превосходстве. Оно было у тебя четыре дня назад, но ты всё потерял. Только от тебя зависит, сможешь ли ты восстановить его. А теперь ступай. Твой наставник ждёт». Древо бережно поставило гравицапу на землю. Оно скрыло корни и замерло. Красная панда подбежала к хозяину. И томица потёрлась о ноги человека. «Малышка, ты ведь не пойдёшь со мной?» Светло взял фамильяра на руки. Зверёк покачал головой. «Тогда прощаемся. Я не знаю, сколько буду отсутствовать». Он обнял гравицапу и поцеловал её в мокрый нос. «Но зато знаю, что мы точно увидимся. Ладно». «Долгие проводы, лишние слёзы». «Эй, что за презрение во взгляде? Людям вообще-то свойственно скучать». Отсекатель поставил питомицу на землю, а после пошёл к основной территории полигона. «Хочу гида Олега!» — позвал Светлов своего проводника. Он вышел на скальный выстав. Через полминуты появился знакомый гид на летательном аппарате. «Что-то ты быстро на этот раз!» «У меня для тебя две новости. Хорошая и плохая. С какой начнём?» С лёгкой усмешкой проговорил отсекатель. «Плохая? Тебя не будет неделю», — сказал всезнающий гид. «Или больше. А хорошее. Я и мои копии смогут прожить очень длинную жизнь. И если выдержишь хотя бы год, то я смогу перейти на следующий уровень и покинуть это место». «Это каким образом?» — удивился Олег. «Ты ведь говорил, что существуешь только в этом пространстве». «Ты пока что не сможешь этого понять, но я бы очень хотел уйти дальше. Залезай в гравитатор. Летим в то же место, где были в прошлый раз? Хотя не отвечай. Всё и так понятно». «Давай только помедленнее», — попросил Светлов, заходя на борт. «Мне хватило прошлых полётов». «Слушай внимательно. С наставником не спорь», — поучал гид, когда левитирующее устройство оторвалось от твёрдой поверхности. Они мчались над городом. Тысячи книжных шкафов, сотни лабораторий, десятки непонятных строений. Всё это с большой высоты напоминало беспорядочную свалку. «Он знает тебя лучше тебя самого», — продолжал Олег 2.0. «Он видит все твои возможности. Если он говорит, что ты справишься, значит, ты сможешь справиться. Он заметит, если ты будешь лениться или на что-то отвлекаться. Раз в неделю тебе будет позволено отдыхать. Учитель тебе не скажет об этом. За ослушание или плохое выполнение любого распоряжения отдых будет откладываться на одни сутки. Если таких ошибок наберётся около двух сотен, то учитель откажется от тебя. Ты сможешь развить своё тело, повысить характеристики и прокачать боевой транс. Для этого следуй всем указаниям». «А ты, я смотрю, очень заинтересован в моём обучении», — сказал Светлов. «Ради тебя постараюсь продержаться год. За один год тебе не стать по-настоящему сильно мечником. За это время ты постигнешь только азы. Если у нас состоится дуэль, то я смогу победить тебя с помощью столовой ложки». «А наставника сможешь одолеть?» — спросил отсекатель. «Издеваешься?» — совсем по-человечески удивился гид. «Я обладаю лишь теми навыками и возможностями, которые присущи людям». «В прошлый раз ты смог загнать все бильярдные шары с одного удара», — напомнил Светлов. «Это потому, что кто-то из людей когда-то сделал это. А наставник стоит намного выше меня. Я всего лишь проводник полигона. Я доставляю людей на места обучения. Не более. Но если ты станешь самым великим мечником за всю историю вашей планеты...» — Олег два ноль хмыкнул. «То мы окажемся на одном уровне, и побеждать друг друга будем с переменным успехом». «И сколько времени мне понадобится для этого?» — заинтересовался отсекатель. «С наставником около пятнадцати лет. С ним обучение проходит намного быстрее. И не забывай, что существуют разные способности, для которых твой прогресс ничего не будет стоить. Человек с классом мечника сможет одолеть тебя, несмотря на твой боевой транс. Ремесленники могут создать предметы, которые защитят их от физических атак. Ты ведь будешь обучаться не какому-то системному умению, а самому обычному для твоего мира. А абажурщик сможет одолеть меня?» — спросил Светлов. «Сможет», — односложно ответил гид. «Каким образом? Когда я получал свой класс, то видел название такого класса. Но я не понимаю, за что он отвечает. Какая у него способность?» «Если я расскажу тебе про это, то любой проводник сможет рассказать про класс отсекателя и про тебя лично. Про все твои навыки, характеристики и способности. Ты хочешь этого?» «А, пожалуй, откажусь», — моментально ответил Олег. «Молодец», — похвалил гид. «Никому ничего не рассказывай. Это в твоих же интересах». «Ирибös»